Здравствуйте! На Щелковском телевидении диалог о православии. Мы снова в прямом эфире. И вместе с вами мы можем задавать свои вопросы священнослужителю в нашей студии, настоятель Николы Берликовского монастыря, Игумен Евмений. Добрый вечер. Отец Евмений, да, мы рады вас видеть вновь в нашей студии. Надеемся, что с вашей помощью будем духовно совершенствоваться, познавать себя. Ну, совершенствоваться только с Божьей помощью. У меня нет таких возможностей кого-то усовершенствовать, потому что это внутреннее такое делание каждого человека вместе с помощью Божьей. Я лишь могу отвечать на вопросы, что-то, может быть, подсказать, что-то объяснить. Ну и, конечно, с радостью буду выслушивать и отвечать на те вопросы, которые будут задавать нам телезрители. Ну, мы надеемся, что с помощью вашей, вашей Святой Дух нас будет просвещать. Ну, дай Бог, конечно, чтобы нам Господь даровал силы и возможности таковые, потому что, конечно же, уже, можно сказать, соскучились по этой передаче. И не только я и наш ведущий, наверное, но и те прихожане, которые постоянно участвовали в нашей передаче, приходят в монастырь, спрашивают, почему нет передачи. Ну, как раз те, кто соскучился, могут звонить, задавать свои вопросы. Да, я к этому. Да, мы будем ждать вашего звонка. Ну, а сегодня я предлагаю начать такую очень важную тему. Мы о ней говорим в каждой передаче, но хочу прямо детально разобрать. Это самые главные правила жизни, по которым должны скидывать жить все христиане, это Божьи заповеди. И вот как раз хотелось начать с этого. Сколько их всего, зачем они, как это дано нам было? На самом деле, все как-то так вот Господь сотворил в этом мире очень просто, с одной стороны. А с другой стороны, когда начинаешь с этим соприкасаться, оказывается, это очень сложно. Всего 10 заповедей Господь даровал пророку Моисею. И эти 10 заповедей сводятся, в общем-то, ну, это ветхозаветные заповеди, да, сводятся к двум новозаветным заповедям. То есть их можно разделить на две части, 10 заповедей. Четыре первых и еще шесть последующих. Эти четыре первых – это возлюби Бога, а шесть последующих – возлюби ближнего, как самого себя. Если кратко. Ну, а если более подробно, то, конечно, прямо вот можно с первой заповеди начинать. Давайте мы вернемся еще раньше, да? Когда они были даны, эти заповеди? Зачем они даны? Я уже сказал, что даны они были пророку Моисею на горе Синай 4000 лет назад, когда этот пророк ветхозаветный поднялся на гору Синай, где Господь с ним беседовал. Как мы читаем в Библии, 40 дней он не спускался с горы, и народ израильский, который стоял у подножия этой горы, там сейчас на этом месте находится монастырь великомученицы Екатерины с IV века, построенный императором Иустинианом, византийским императором. Вот народ израильский стоял у подножия горы и с ужасом взирал на гору, видя, как бьют в нее молнии, как тьма покрывает эту гору, как дым клубится от этой горы. И вот в эту тьму, дым и огонь ушел пророк Моисея, и 40 дней его не было. Поэтому народ израильский подумал, что он погиб там. И даже, как мы читаем опять же в Ветхом Завете, создали себе золотого тельца, кумира, которому в дальнейшем поклонялись до сошествия с горы Моисея Пророка. А сам Моисей Пророк, я не знаю, как он туда поднимался, потому что сейчас, если на гору Синаи можно подняться достаточно удобно, то есть там тропинка сделана, там даже на верблюдах можно подняться, то раньше ни тропинок, ничего не было. Это просто каменный особь, и очень трудно подниматься даже по тропинке пешком. А как Моисей Пророка поднялся только с помощью Божьей. Он взял с собой попутчиков Иисуса Новина и старейшин израильских, но они, подойдя поближе к горе, где-то с середины этой горы, настолько испугались, что сказали, дальше мы не пойдем, мы боимся, ты иди сам разговаривай с Богом, а мы здесь тебя подождем. А как это произошло, зачем он там пошел-то? Что значит, я пошел разговаривать с Богом? Да, это история такая древняя, это история исхода израильского из Египта. Сразу же после того, как они покинули Египет, перешли через Красное море по суху, то есть разошлись воды и стояли, как бы туннель такой Господь сделал. Ибо они по дну Красного моря прошли. Первое место, куда повел Моисей Пророк народ израильский, это то место, где он сам беседовал с Богом в виде неопалимой купины, то есть куст неопалимой купины. Он и сейчас там произрастает, он горел, но не сгорал, и из него Моисей Пророк слышал голос Господень. И вот Господь ему повелел идти в Египет, он был до этого пастухом. И Господь повелел идти в Египет, вывести народ израильский из египетского плена, привести его к Богу, дать ему заповеди, научить его правильно жить. Поэтому, как только он вывел, а там около 600 тысяч только мужчин было, кроме женщин и детей, представляете, около миллиона народа шло с Моисеем Пророком. И вот он их первое место, куда он привел, это горе Синаю и Хариф, иначе она по-другому называется. И там, конечно же, сделал такой лагерь для того, чтобы Господь мог здесь народ израильский воспитывать, то есть дать ему основные, основополагающие устои жизни. Потому что израильский народ, он, в общем-то, был без государства, без каких-либо законов. Он был в рабстве египетском. Когда он вышел из рабства египетского, естественно, остался совершенно без ориентации какой-либо. То есть не было никаких у него законов, ну, кроме, может быть, общечеловеческих законов. И так как Господь хотел создать из этого народа народ Божий, он, естественно, и повелел Моисею привести его к себе. Чтобы тут, при горе Синайской, этому народу были преподаны основные законы жизни, богоугодные. И то, что Моисей сошел с горы, он принес те самые десять заповедей, которыми мы до сих пор пользуемся. И они были написаны на каменных скрижалях. Две каменные скрижали нес с собой Моисей. И эти каменные скрижали потом народ израильский принес с собой в землю обетованную, в Палестину. То есть был специальный ковчег завета, завета с Богом. То есть обещание Богу соблюдать эти заповеди. И эти скрижали, лежали в этом завете, как в ковчеге завета. То есть вот такая история ветхозаветная. И очень жесткие были даже наказания в израильском народе за то, что если кто-то не последует этим заповедям, вплоть до убиения, побиения камнями. То есть если человек кто-то или иной нарушал эти заповеди, его могли просто увезти из лагеря и забить камнями до смерти. Вот такое жесткое было воспитание. Причем это не Моисей, пророк, такие законы дал, а сам Господь. И много, около трех тысяч человек было убито там же при горе Синайской у подножия, когда было восстание против Моисея, когда часть народа израильского сказала, мы не будем слушаться тебя, не будем слушать эти заповеди, откуда это все взялось, это может быть ты сам все придумал. То есть было такое восстание, они решили поклоняться золотому тельцу. Моисей, пророк, разбил его о камни, и все, кто последовали за этим золотым тельцом, все, кто не захотел слушаться, это было около трех тысяч человек, их всех убили там, на этом месте, где сейчас, в монастыре Великого ученица Екатерина. Те, кто были, может быть, отдыхали в Египте, там есть экскурсии, сейчас ездят просто на автобусе, можно доехать до горы Хариф, поклониться этим святым местам. Даже на горе, ну, такая игра природы по божьему промыслу, изображен этот телец, то есть вот склон горы, на котором прям виден телец. Вот в этом месте как раз золотого тельца они и сделали. Там же жил Иофор, это отец жены Моисея, и у Иофора он и пас овец, и, собственно, там они все и воцерковились, ну, в смысле ветхозаветной церкви, то есть весь народ израильский воспринял те десять заповедей, которые мы сейчас знаем, ну, я надеюсь, знаем наизусть. Эти заповеди были даны, ну, сколько я поняла, если четыре тысячи лет назад, четыре тысячи лет назад, то это две тысячи лет до Рождества Христова, да? А потом они изменились вот уже в христианстве? Нет, ничего не изменилось. Все то же самое, да? Все то же самое. А можно я вам еще такой вопрос? Господь так прямо в Евангелии сказал, я пришел не изменять, а исполнять. И йота не придет из тех заповедей, которые в Библии написаны. Да, прежде чем мы начнем разбирать уже по пунктам заповедей, хотелось бы вам такой вопрос задать. Почему очень часто люди, да, когда заходят речь о грехах, и они говорят, а что, я нормально живу, я никого не убил, я ничего не украл, ну, и вроде как отстаньте от меня. Почему вот у людей сразу только именно две заповеди, я не убил и не украл? Ну, наверное, в понятии человека это самое тяжелое, такие вот согрешения, то есть поступки человека, то есть, ну, убить человека, это даже для неверующих людей является, в общем, таким потрясением, и такой грех Каина, который первый убил Хавеля в человеческом роде, он и сейчас у нас где-то в подсознании хранится, что этого ни в коем случае допускать нельзя. Но, тем не менее, все равно убивают, и даже те, кто там, особенно для женщин, некоторых женщин является откровением, что она на испыте говорит, я никого не убивала, спрашиваешь, аборты были? Она говорит, ну, были аборты, да, это убийство. Для верующих гнев и вот такое вот злоба, мстительность по отношению к другому человеку, она тоже к убийству приближает человека. Для верующего это тоже грех является тяжким, смертным гневлевостью. Да, можно злое слово сказать, человек пойдет, будет нервничать, он может умереть. Совершенно правильно, да. То есть тут мы начинаем уже утоньшать, как бы, наш разбор вот этих всех воздействий греховных на человека. То есть мы даже не замечаем, но есть даже в законе, в государственном законе, доведение человека до самоубийства. То есть можно создать такие условия жизни человеку, что человек просто вне себя там прыгнет с балкона, грубо говоря, и все. И это даже по уголовному кодексу наказуемо. Я уж не говорю о моральном, о нравственном законе. И вот эти слова, ну сколько людей, например, в семьях пострадало от постоянных конфликтов, когда или жена, или муж устраивает невыносимые условия жизни другому супругу, и этот супруг или супруга начинает просто угасать. То есть у них начинаются сердечные, там, приступы аритмии, там, давление скачет или еще что-то такое. А то ничего вроде не происходит, а человек просто угасает, сила уходит и умирает. И все это из-за вот той самой гневливости, злобности и мстительности. Вот поэтому здесь тоже это убийство, оно тоже приравнивается к убийству. Особенно если это не обосновано никак. А почему вот заповедь не прелюбодействует? Ну почему-то считается, вот даже у мужчин, я знаю, такая вот есть версия, как там, чем больше женщин имеет, тем вот герой. Ну это веяние последних, так сказать, столетий, последнего столетия, наверное, с 17-го года это стало вбиваться в голову, что а почему нет? И Троцкий еще говорил, что давайте обобществим жену, то есть жены будут общими. Вот настолько безумие это вошло в головы человеческие, что полностью была отвергнута одна из заповедей Божьих – не соблуди. То есть не надо вот так себя вести. Почему? Во-первых, потому что в этом есть угождение плоти, не душе, не духу, а плоти. А все, что мы плоти угождаем, это все, как правило, идет против духа. Во-вторых, конечно же, если происходит измена в семье, то есть если муж, по этому вопросу данному, если муж гуляет от жены, то, конечно, жена даже, может быть, она и не может доказать это, она что-то чувствует, и, естественно, она тоже начинает угасать. То есть она понимает, что это предательство, она понимает, что это такая нелюбовь к ней. И из этого для жены происходит, конечно же, масса проблем, которые она, может быть, даже в себе носит, не высказывает мужу, но эти проблемы отражаются на ее здоровье, иногда психическом, иногда физическом здоровье. И в итоге ей тоже такое поведение мужа, блудливого мужа, оно приносит беду. Если говорить о детях, то дети, конечно же, с таким отцом, но чему они научатся? Они не смогут создать сами семьи крепкие, любящие семьи. Тем более, что семья-то у нас, в общем-то, строится опять же по тому заповеданному Богом закону, то есть Адам и Ева. Сам Господь и в Евангелии говорит, и в Библии мы читаем, что изначально род человеческий был муж и жена. Адам и Ева два стали плотью единой, и им Господь сказал, плодитесь и заселяйте землю. Не создал же Господь Адаму множество жен. То есть не было этого. Это все противозаконно. Поэтому ни в коем случае не надо забывать, что всякий, кто похваляется своими подвигами, в кавычках, на вот таком поприще блуда, этот человек просто не понимает вообще основной закон Божией жизни. То есть он идет против Библии, он идет против Евангелия. А если брать фразу Спасителя, то там даже всякий возревший с вожделением на жену уже согрешает, уже с ней прелюбодействует. Это сам Господь говорит. Просто посмотревший. И здесь мы тогда понимаем, что для Господа важно внутреннее наше состояние, внутреннее наше устроение души. Естественно, так сказать, проекцией души являются дела человеческие. То есть то, что в сердце, то и снаружи. Это никуда от этого не деться. Давайте с минуты начинаем с вами толковать первую заповедь. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Что Господь повелевает нам этой заповедью? Ну, действительно. Вот, во-первых, вопрос сразу возникает. Вот он, Господь, говорит, я Господь, Бог твой. А как я узнаю, кто? Он. Как мне понять, где я Бога угождаю, где я Бога люблю и какого Бога мне любить? Потому что кто-то говорит, что там Аллах, кто-то там Будда, кто-то там еще, какие-то там солнцепоклонники. Сейчас огромное количество различных версий божественного естества. И здесь мы подходим к тому, что человек, который поклоняется, хочет поклоняться Богу, он должен его искать. В Евангелии мы тоже это читаем. Ищите, и дастся вам. Спрашивайте, и вам придет ответ. Стучите, и вам отворят. Поэтому перво-наперво, когда мы читаем первую заповедь, я Бог твой, надо его найти, Бога. Как найти? Ну, во-первых, что ему угодно, Богу. Вот он мне сейчас не виден, для меня он сейчас неизвестен. Ну, допустим, мы начинаем с нуля. Вот только-только начали. Давайте спросим сами себя, что Богу угодно? Угодно Богу, если я буду убивать людей? Не угодно. Бога, конечно же, он любит человеческий род больше, чем мы сами друг друга любим. Поэтому это ему не угодно. Угодно ли ему, если я буду воровать, или обманывать, или блудить? И тут мы сразу начинаем возвращаться к тем заповедям, которые Господь сам и дал. То есть через эти заповеди мы фактически начинаем почитать Бога. Если мы Его любим, в Евангелии просто сказано, тот, кто меня любит, тот послушает меня, тот сделает волю мою и пославшего меня Отца. Здесь вот именно через это мы начинаем поклоняться Богу, единственному Богу. Потому что, если говорить о других богах, то, ну, в кавычках я о них говорю, конечно же, о богах, называя их с маленькой буквы, то они совершенно другие трактуют нам вещи. То есть они говорят нам, можно убивать, можно там воровать, особенно если это другой народ. То есть мы начинаем сразу же понимать, что любить Бога, это значит, чтобы у нас не было никаких других богов, чтобы мы могли внутри себя четко понимать, что Богу угодно, что Богу не угодно, какова воля Божия в той или иной ситуации, и через это мы Бога найдем внутри себя и будем Ему поклоняться в истине. Как, опять же, в Евангелии мы читаем, так Господь говорит, будете поклоняться Богу в истине, в духе истины, то есть внутренне поклоняться Богу можно. Для этого как раз все и развивалось. То есть ветхозаветная история нам показывает, как бы школу народа израильского, на внешних примерах, вот сделал такое дело, вот тебя камнями побили, сделал другое дело, ты, значит, Богу угоден. И только через это внешнее, как детей мы учим. Сначала учим ходить, то есть внешние поступки, а потом уже дети начинают понимать внутренне, что же мы от них хотим. Так и здесь. Богопочитание, то есть я Бог твой, да не будет тебе других богов, это вот начинается с таких простейших моментов для себя выяснения. А вообще трудно ли нам любить Господа? Как мы его должны любить? Любовь – это высшая категория чувства человеческого, и многие за всю жизнь даже не знают, что такое любовь. Вот спроси, а что такое любовь? Ну, это когда мне что-то нравится. Многие ответят. Это первый, так сказать, самый простой ответ. Вот я люблю, ну, грубо говоря, пироги, или красивую машину, или красивую одежду. Люблю. Вот моя любовь. А есть любовь прямо противоположная. Когда мне все не нравится, но я жертвую, ну, допустим, мученики, они ради Господа жертвовали своей жизнью. Все, что они делали, было безумием, но в этом проявлялась высшая любовь к Богу. И эта любовь прямо противоположна плоской любви. Поэтому любить Бога – это всегда жертвовать своими какими-то желаниями, привычками, своими качествами души, которые Богу не угодны. То есть отодвигать свой эгоизм ради послушания Богу. Вот в этом будет проявляться любовь. Это начальный этап. А когда человек уже живет в любви, ему уже не нужны те, так сказать, ограничения и те предреченные муки для грешников. То есть Господь к нам относится как? Если мы как дети, то нас надо сначала объявить нам, как мы будем наказаны, если мы не исполним заповеди Божии. И действительно будут наказаны люди. Ну, как ребенка, мы говорим, я тебя в угол поставлю, если не сделай что-то. И ребенок делает и слушается родителей не из любви, а из страха. Это первая ступенька. Вторая ступенька. Ребенок возрастает, начинает понимать, почему надо так делать, а не иначе. То есть он соглашается с родителем. Действительно, папа и мама меня правильно учили. Действительно, теперь я понял, почему именно так надо делать и почему меня иначе бы наказали. Ну, допустим, самое простое. Вот гвоздик берет и в розетку тыкает ребеночек маленький. Он не понимает, что его убьет. Но когда у него гвоздик отнимает, он начинает плакать. А когда возрастает, он понимает, что, ну, а как иначе-то? Конечно, надо было наказать, иначе я погиб. Это вторая ступенька, когда мы уже не из-за страха слушаемся Бога, а слушаем его уже из-за понимания, что действительно именно так и должно быть, так все устроено. И третья, высшая ступенька уже богопочитания и богопослушания, это как раз любовь сыновния. То есть я люблю своих родителей. Я аналогию такой семейную беру. Я люблю отца и мать, и что бы они мне не сказали, я все постараюсь для них сделать. Просто потому, что я их люблю. Так же и с Господом. Может быть, я что-то не понимаю, что Господь хочет. Может быть, я не боюсь тех наказаний, но я его люблю, и поэтому я исполню все, что он мне заповедует. То есть вот здесь мы выходим на высшую степень, но к ней надо еще дойти. Если мы сейчас к Любви вернемся, у нас поступил вопрос. Люди так вот передали устно, да? Вот мы говорим о том, что заповедь есть, не убей, а как же эта заповедь относится к воинам, да? Ведь и даже и благословляли, и мученики есть, и воины. Да, конечно же, это в Евангелии прямо Господь особенно эту заповедь, вот не убей, по отношению к людям воинские звания, особенно проговаривает. Нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. То есть человек, воин, он он же не себя защищает на войне. Он мог убежать просто, скорость, или уехать в другое государство, как много было таких перебежчиков, допустим, в Великой Отечественной войне, ведь много было людей, которые просто убегали от войны. Кто-то уезжал там в Америку, кто-то, не знаю, в Европу, там, или еще где-то скрывались. И лишь те, кто шел за своих матерей, детей, отцов воевать, они же воевали не столько за себя, сколько за свою родину, сколько за своих родных. То есть, значит, они жертвовали своей жизнью из любви к своим близким и родным. И здесь убийство, оно разрешено потому, что иначе, иначе, если мы не будем защищать своих близких, своих родных, свою родину, свою веру, ведь как до революции, как говорили, за веру царя и Отечества воины шли. Не за себя любимого, не за свое богатство там накопленное. Здесь мы защищаем свое мировоззрение, защищаем свою веру, защищаем любовь к Богу. Потому что всякие кто против нас восставал, их множество приходило, они все пытались отнять у нас прежде всего веру. Будь то католики там при Александре Невском, они же хотели уничтожить православие в России. Или немцы, или французы. Все это было совершенно чуждая культура, чуждая нам вера и мировоззрение. И поэтому мы защищали во-первых веру, во-вторых, своих родных, близких отечества свое. И конечно же все самое драгоценное для нас мы не боимся поэтому убивать, иначе у нас отнимется больше этими народами, приходящими к нам. отец имени у нас есть звонок, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. У меня такого вопроса. Мы слушаем, говорите. Вот у вас бегущие строка есть. Вот покровать Святой Богородицы. А дальше идет и Приснодева Марии. Это как понять? Вот я никак не пойму вот этого. Ну, это конечно же одна Матерь Божия речь идет. Ее по-разному называют Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа. Приснодева, то есть она девой осталась и после рождения сына своего. Приснодева, то есть всегда дева, понимаете? Мария. Мария – это ее имя, которое дано было ей при рождении родителями. Вот поэтому ее называют Присвятая Богородица, Приснодева, Мария и прочее, прочее. Понимаете, да? И еще один вопрос. Да? Можно ли грызть семечки во время поста? Ну, а почему нет? Это же постный продукт. Хотя, конечно, надо все-таки себя сдерживать, то есть, чтобы не было есть такое, есть чрево угодья, есть гортанобесие, да? Вот тут мы что-то вкусненькое едим, услаждаем свою гортань, да? Вот вкус такой нам нравится. Вот чтобы гортанобесие тут не было, не было такого пристрастия. Понимаете, да? А грызть можно, то есть, не запрещено. Отец, возвращаемся к любви. Различается вообще любовь к Богу к любви к людям? Естественно, различается, потому что выше любви к Богу нет любви в этом мире. И Господь нас сразу об этом сразу нам и говорит, что первый заповедь я Бог твой, да не будет тебе других богов, потом не стой себе кумир и прочее. То есть, это Ветхий Завет. А Новый Завет говорит еще более такие удивительные слова. Тот, кто любит отца или мать свою больше, чем меня, меня не достоин. Тот, кто любит дочь или сына своего больше, чем меня, меня не достоин. Тот, кто себя любит больше, чем меня, меня не достоин. То есть, Господь буквально раскладывает все это по полочкам. почему? Потому что истинная жизнь, источник жизни сам Бог. И как можно не любить источник жизни? Не родители нам источник жизни, не тем более дети, которые сами от нас требуют много усилий, чтобы они росли и воспитание. Их вкладывать в голову еще много надо чего. А вот источник жизни, причем не только жизни земной, но и жизни вечности есть Бог. Также Он же является нашим творцом, нашим небесным отцом-родителем. Как Его не любить? Всякие, кто не любит Бога больше, чем всех остальных, все остальные вторичны. Первичен Господь. Он изначально был, от Него все пошло, от Него мы сами родились в этот мир, как же нам Его не любить больше, чем всех остальных? Поэтому здесь первенство любви естественно Господу мы отдаем. А дальше мы уже любим всех братьев и сестер в Господе. То есть все, кого Господь сотворил, всех людей, мы любим как своих братьев и сестер, потому что они тоже также рождены, сотворены Богом. Рождены в Святом Крещении, а сотворены по плоти и по душе Богом. Ну, здесь тоже может быть, наверное, перекос. Вы говорите, что кто любит там отца или мать или детей своих больше меня. Бывает так, что люди в ущерб своим ближним что-то могут делать, например, пойти в храм, например, когда больной родитель, например, остался или что-то такое. Ну, здесь нужна рассудительность, как одна из добродетелей, высших добродетелей христианских, она во всем должна. То есть лоб себе расшибать не надо, кланяясь Богу. Богу это не угодно. То есть мы должны во всем иметь равнозвешенные такие вот поступки и какие-то мнения и желания. Иначе мы также нарушаем заповедь Божию. То есть если мы уходим от больного человека, которому требуется помощь, поддержка, уходим, ну, допустим, вот каждый день я хочу ходить в церковь и все, и несмотря ни на что буду ходить. но мы к нему любовь вообще тогда не испытываем. То есть если человек испытывает любовь к человеку и любовь к Богу, две любви этих в нем внутри, в душе есть, они уживаются. Он находит консенсус, когда Богу сходить и поклониться, и помолиться, а когда этому человеку послужить. То есть он, если эти две любви есть, если же любви нету к ближнему своему, а только к любовь к Богу, такая, может быть, больше нафантазированная, скажем так, потому что невозможно не любить ближнего, любя Бога. Если ты Бога любишь, то ты обязательно будешь любить и ближнего. И наоборот, если ты ближнего не любишь, то тогда ты Бога не любишь. То есть вот здесь оно все уживается, невозможно, противоречия не будет, если будут эти две любви в душе. Если же нет второй любви, любви к ближнему, то тогда человек часто просто уходит от своих близких больных просто потому, что ему тяготится, ему не хочется за ними ухаживать, а он прикрывается якобы любовью к Богу, а я вот пойду в храм. Мне кажется, здесь он лукавит даже перед самим собой, когда так поступает, потому что здесь есть натянутость. Бог хочет, чтобы мы и его любили, и не отвергали ближних. А сама любовь и к Богу, и к ближнему, она найдет вот эту серединочку, золотую середину, которая даст удовлетворение и Господу, и ближнему. А вообще любви нужно учиться, ведь на самом деле мы в заблуждении находимся, когда думаем, что мы любим. Ведь если посмотреть множество семейных пар, человек любит. Хотя на самом деле там сплошной эгоизм, любовь с эгоизмом будет. То есть человек пришел домой, он требует, чтобы именно его обслужили. То есть любовь, она жертвенна. Наоборот, человек должен себя забывать. А у нас получается так, что каждый тянет на себя одеяло. Вот должен прийти, например, там вторая, да, вторая половина, как бы, да, она должна тебя обслужить. Должна. Ублажить, да, как-то. Но на самом деле, действительно, это совершенно непонимание правильной любви. Настоящая, искренная, живая любовь, она всегда жертвенна. Она ничего не требует себе. Ей ничего не надо от человека, которого любит этот человек. Наоборот, у него есть желание тому человеку давать, давать, давать. То есть у него есть потребность свою любовь изливать на этого человека. Если же он любит неискренно или плотски любит, то тогда он только и требует от человека дай мне это, а что-то не то, а почему не здесь, а как вот. Одни претензии, одни конфликты, и он лишь пытается, так сказать, оправить, ну я же тебя люблю, ну я же тебя люблю, а на самом деле это не любовь к второй своей половине, это любовь к себе, любимому. Ну как мы, если мы любим, допустим, игрушку какую-то, вот мы ее любим, мы ей пользуемся, пока она не сломается. Мы ее там различными там играми можем довести до полной поломки, но это мы не игрушку любим, мы любим себя, потому что эта игрушка нам дает развлечение, нам дает какое-то такое вот отдохновение и вот радость. И все. Если такое же отношение вот с игрушки перенести на супруга, то это супруг такой же игрушка просто в руках такого эгоиста. И он будет вот этой псевдолюбовью доводить свою супругу до болезни, а то и до смерти. Пока не сломается игрушка, я буду ей играть. Все. И буду требовать от нее, чтобы нет, ты должна мне дать или ты должен мне дать именно то, что мне нужно для того, чтобы я наигрался с тобой. Это неправильно. Это не любовь, это эгоизм. Надо учиться любви. Как и всему, потому что мы родились в этот мир совершенно необразованными. То есть мы не умели ни ходить, ни кушать, ни там отдыхать, ничего не умели, не говорить. и так же более сложные функции человеческого естества, я самые простые назвал, а есть более сложные высшие функции, духовные функции, им тоже надо научиться. Если человек им не учится, то он деградирует, он приближается к животному, если не к бесу. Потому что всякое отторжение духовных каких-то развитий, духовных истин, духовных законов, отказ от них, оно дает деградацию души человека. Вместо развития, вместо обучения, вместо познания еще больше себя внутреннего человека, человек ради своего внешнего человека тлеющего отказывается от всего этого. Нет, а я вот хочу на диване полежать, зачем мне все эти молитвы, зачем мне эти причастия, какая-то сложность. Вот на диванчике включил футбол с пивом, полежал на диване, вот это вот отдых. Деградация. То есть человек превращается просто в овощи, лежащие на грядке. Внутренний человек тлеет, внешний может быть отдыхает, то есть телесные плоские отдыхают, а внутренний человек уменьшается и деградирует. И это во всех случаях жизни и самая высшая форма жизни души человеческой это любовь. Потому что вы будете как боги. Сам Господь предрек это человеком. Вы дети Божии. То есть мы должны быть как Бог, а Бог есть любовь. Поэтому чем мы ближе к любви, тем ближе к своему естеству, которое заложено в нас самим Господом. И вот от этого нам никуда не деться. Мы должны учиться любить. Через боль, через скорбь, через какие-то тесноты мы должны научиться отвергать себя и любить ближнего. Отвергать свою гордость, тщеславие и любить Бога. То есть отвергать свою волю ради воли Божьей. Отвергать любовь к себе ради любви к Богу и к ближнему. По-другому никак. отец имени, почему именно в скорби человек приходит к Господу? Да, часто мне тоже вот эта мысль не давала покоя. Почему именно в слезах человек приближается к Богу? А потому что, когда человеку больно, скорбно, человек ищет внутри себя, всегда задает себе вопрос, ну почему это со мной, почему вот это у меня, почему я... То есть он начинает искать ответы на... Ну почему это случилось с ним? Та или иная скорбь, та или иная беда. И через это он ходит внутрь себя. То есть он уже не снаружи ищет, он понимает, что телесно он ничем не отличается от других людей. Те же две руки, две ноги, та же голова. Уже внешне ничто не интересует. Внешне уже ничего. Ни тело не интересует, ни еда, человек может сидеть сутки и ничего не кушать. Ни... Тем более какие-то там дела, самоуглубление такое происходит. И там начинают искать ответ на этот вопрос. Почему со мной это произошло? И таким образом скорбь заставляет человека учиться. Заставляет человека обратиться взором к своему внутреннему человеку. Как вот еще иначе внутрь человека обратить взор? Потому что у нас взор однонаправлен. Либо я смотрю на стакан, на галину, на камеру, или я смотрю внутрь себя. Одновременно это не получится. Вот чтобы внутрь себя посмотреть, здесь либо нужно такое усилие воли самому себе заставить внутрь себя взглянуть. Как правило, это мало кому удается. Либо какая-то скорбь. Вот скорбь нас всех внутрь погружает, и тогда мы начинаем развиваться внутренне. И поэтому начинаем приближаться к Богу, и Господь нам дает в скорбях очень много. Это все святые говорили, что в скорбях я с Богом был очень близок, и молитва была особенная. Такая молитва, когда все хорошо, у меня нет такой молитвы. Многие святые об этом говорили. То есть мы скорбями обучаемся, и внутренний человек в скорби растет, а внешний тлеет. И наоборот, когда нам хорошо, приятно, замечательно, у нас внешний человек откармливается, а внутренний деградирует. Как, по-моему, архимандрит Иоанн Гристиан говорил, мы должны каждую скорбью еще ручку облабызать. Если бы мы видели, какие райские цветы растут на полях нашей скорби, мы бы только выживали скорби. Красивые слова такие, да, тоже. То есть он совершенно четко понимает, о чем он говорит, потому что он тоже много скорби перенес, и именно скорбями мы все учимся Бога угождения. Именно скорбями мы все ищем Царство Небесное, которое внутри нас есть. Можно еще и по-другому объяснить этот же, ответить на этот вопрос. Вот когда снаружи ад, хочется хоть где-то рай найти. Снаружи его не найдешь. Поэтому единственный путь, куда идти, это внутрь. А в Евангелии мы читаем, Царство Небесное внутри вас есть. Это правильный путь. Поэтому люди там начинают искать, и многие находят рай внутри себя. А почему этот рай кратковременный? Потом все там налаживается, человек опять выходит, даже если бы он, может быть, не захотел бы пребывать в том же состоянии, почему он никак не получается удерживать это состояние, он опять уходит? Потому что как только ад снаружи исчезает, мы вспоминаем о теле, мы вспоминаем о своих желаниях, чувствах плоских, и непроизвольно, не задумываясь, переключаемся на поиске рая снаружи. А его нет снаружи. До следующей скорби. До следующего вразумления, когда нам опять показывают, что нет тут рая, здесь ад. Здесь юдаль плачевный. Планета Земля это юдаль плачевный, созданный Богом для нашей школы обучения. А мы здесь все рай ищем. Коммунизм строим или социализм. А мы изгнанники рая. А мы изгнанники из того самого Эдема, да. И в этом любовь Божия к нам тоже проявляется. Потому что почему Господь изгнал Адама и Еву из рая. Потому что они настолько были поглощены этим раем, настолько они отвлеклись от своей души, что о Боге забыли. Забыли единственную заповедь, которую Господь им сказал. То есть они так возлюбили внешние наслаждения и чувства, что про внутренние чувства, про внутренние человека забыли. И Господь тогда лишил их внешних чувств, из рая изгнал. И тут они погрузились внутрь, стали внутри развиваться. То есть мы должны внутри развиться. Вот такой вот вам вопрос задам. Ведь многие люди, наверное, думаю, так рассуждают. Мы бы и хотели бы, наверное, любить Господа, но мы по своей немощи так устроены, что мы больше привязываемся к видимому, а Господь для нас не видим. почему-то Господь вот к нам сейчас взял, пришел к нам в студию, явился бы, и мы бы все сразу поклонились и полюбили. И уверовали бы. И уверовали бы. Полюбили бы, не знаю, насчет любви. Господь ведь пришел так же к иудеям и показал массу чудес и исцеления, воскрешения и там исцелял таких, которых там невозможно исцелить даже при сегодняшней медицине, если уж мертвых воскрешал. И что с ним сделали? Вот он, вот Господь рядом был, вот его можно было потрогать, как женщина кровоточивая потрогала за одежду и исцелилась. Господь даже не знал об этом. И что с ним сделали? Его распяли. То же самое сейчас, если бы Господь нам явился, в смиренном виде явился, потому что, если он в страшном виде явится, то точно любви у нас к нему не будет. У нас только один страх обуявит такой. Если ангелы трепещут при виде Божьем, то что с нами-то будет? Грешниками. Мы просто попадаем, как апостол на фаворе. Что с ним произошло? Трем апостолам Господь явился в истинном своем виде. Праздник преображения. Они попадали от ужаса. Какая там любовь? Там просто страх. Вот они закрыли глаза, потому что свет такой исходил от Спасителя, что они даже смотреть не могли. На солнце еще можно смотреть, на Спасителя. На Бога смотреть невозможно ни нам, ни ангелам. Поэтому, если бы Господь сюда явился сейчас, он и по любви к нам не приходит. Кроме страха у нас ничего бы не было. Господь хочет, чтобы мы его любили. Поэтому он сокрыт от нас, чтобы не страх нами двигал к нему, а любовь. Опять возвращаемся на круги свои. Опять Господь учит нас любви, а не страха. Ну, так научите же нас. Так это Господь, очень не я. Я стараюсь... Скажите, шаги, что нам нужно сделать, чтобы полюбить нам Господа? Ну, первый шаг это поменьше любить себя. Вот везде, где мы себя ставим во главу угла, мы везде отодвигаем Бога. Вот, как только мы говорим, я хочу, вот, сразу забиваем, а что хочет Господь? Вот я хочу так, и все. Вот тут только так, чтобы вот по моей воле было. А воли Божьей где? То есть, как только мы в своих рассуждениях, в своих жизненных ситуациях, в своих действиях, поступках, привычках, как только мы оставим место для воли Божьей, то есть, просто спрашиваем, господи, а что ты хочешь, чтобы я здесь сделал? Вот тут сразу начинает уже проявляться любовь к нему. Ну, как вот мы едем в автобусе, в электричке, в тесноте, вот, можно локтями работать и растолкать людей и создать себе такое пространство более-менее свободное. А можно спрашивать, вам так удобнее, или вам, а что вы хотите всем окружающим и какой-то достичь, ну, такой минимальный, так сказать, для всех удобств. Вот так и здесь, в жизни своей, дайте хоть чуть-чуть место Богу, чуть-чуть Его воли. И сами увидите, как жизнь ваша поменяется, сами увидите, как Господь с вами будет беседовать и помогать вам, и появится любовь и ваша к Богу. Господь-то вас любит, а вот вы Его, как правило, не любите, потому что вы тесняете Его из своей жизни. Я хочу, я знаю, я буду, не надо мне ничего говорить, я, вот, все, я, 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 и все. А Бога тут нет. Значит, и любви к Нему нет. У нас есть звонок телезрителя? Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Да, да, слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Ивы, Нигалина. Я вот хочу задать такой вопрос. Вот у меня часто, можно сказать, чуть ли не каждый часто, я каждый часто говорю, о, Господи, о, Боже мой, о, Господи, помилуй. Вот. А у меня, она, она верующая ходит в церковь, и она мне говорит, мам, зачем ты так часто говоришь это? Я ей, ну, как же, если он у меня всегда в душе, я так чувствую, если прошу у Господа милости, чтобы, Господи, помоги ей хоть что-то. Вот скажите, как мне поступать? Вот. Говори. Есть такая, такая фраза в Библии, не произноси имени Божьего всуе. Это же всуе. Вы даже не думаете, у вас это по привычке вылетает. Понимаете? Ну, представьте, если у вас будут по привычке всуе, там, ой, мам, ой, мам, ой, мам, а вы будете дергаться на это, ой, мам, там, или там, ой, бабушка, ой, бабушка, ну, я не знаю. А потом перестанете дергаться. А потом дергаться перестаньте, вообще перестанете обращать внимание. И когда человек к вам обратится уже в молитву, подумаете, да это он там, мало чего у него случилось. То есть нельзя Господу обращаться неосознанно. Всегда ваша беседа с Богом должна быть продумана, осознанной, молитвенной. Не должно быть рассеянности в этом. А вы в суе просто произносите это имя, это грех, в котором надо каяться, исповедоваться. И в этом опять же любви нет. То есть мы опять же приходим к тому, что всякий, кто называет имя Господа в суе, он не любит Бога. И даже в Евангелии читаем фразу, не всякий, кто говорит, не Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Не всякий. А лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего. Опять мы возвращаемся к воле Божией, к любви, через любовь, конечно, эту волю исполняющую человек. И отсутствие вот этих вот суетных привычек, которые даже мы не понимаем, что иногда творим. Отец, меня вот такой вопрос, да? Когда, например, человек читает вечерние правила, но ему совершенно не хочется в это время молиться. Не является ли это лицемерием? То есть не в суе или в данный момент? Наоборот. Вот человеку не хочется. Вот он устал, ему тяжело, он пришел с работы, там, не знаю, какие-то еще дела, а он заставляет себя помолиться Богу. Что движет им? Какая тут суета? Ему не хочется, а он заставляет себя. Ну, представьте, вот лежачий больной, вот не хочется, от него запах идет, он весь, там, может быть, сделал что-то там, какой-то там, измазался там, или что-то там пролил. Вот его надо обмывать, его надо переодевать, но не хочется, а мы все равно ему делаем это. Что двигает? Любовь. Так же и здесь. Если не хочется, вот тяжело, устал, а я все равно заставляю себя и молюсь. Что двигает? Любовь. Ничего прочего. Это как раз, по-моему, Игнатий Бринчанинов сказал, что вот именно такая молитва Богу более угодно через усилия, чем горящая, пламенная, которой никаких сил ты не надо прикладывать, она сама течет. Отец, у нас осталось всего две минуты, мне бы хотелось завершить нашу передачу. Мы не обойдем страной этот праздник, сегодня уже с сегодняшнего вечера, завтра 8 октября, день преподобного Сергия Радонежского, и как раз представление его. Представление. Ну, конечно же, для земли русской преподобный Сергий Радонежский это фигура неординарная, то есть это тот человек, который, можно сказать, создал Русь, Россию, православную, святую Русь, так как огромное количество учеников, которых он научил правильно жить, правильно молиться, правильно духовно внутри себя созревать, они разошлись по всей России, создали свои обители, свои монастыри, и там начали создавать других учеников. То есть преподобный Сергий имел огромное влияние на великих князей. Помните Куликовскую битву он благословил пересвета слябью, он Дмитрия Донского благословил, то есть он участвовал во всех житейских перепятиях русских. Он примерял новгородцев с московскими, когда была ссора, чуть до бойни не дошло дело. Просто он пришел в Новгород, забрал все антиминцы, и служба не могла происходить причастие, лишил причастия всех новгородцев, пока они не помирятся с Москвой. И так далее. То есть мы видим, что преподобный Сергий его не зря называют игумен земли русской. Это, конечно, великий человек, и без него России бы, я бы сказал, не было. Поэтому, конечно же, его надо и молиться, его надо и почитать, и просить. У него заступничество пред Господом, потому что он настолько близок был к Богу, что при жизни ему являлся пресвятая Богородица, и Господь открывал ему очень много различных своих духовных таких откровений. И, конечно же, он и сейчас не перестает помогать. Всякие, кто приезжает к нему, к святым его мощам и молится ему всем, он не отказывает, всем помогает. Ну что же, отец имени, благодарим вас за то, что вы сегодня нас тут просвещали. Приезжайте к нам еще. Спасибо Господи вас за то, что вы меня грешно выслушали. Ну что же, на сегодня это все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok